Всем привет, с вами Тома, мы начинаем наш субботний разговорный стрим. Всем привет-привет, Адаль сегодня летала на воздушном шаре. Вот, а Диоген у нас перечитывает Гарри Поттера, ему всё равно нравится, даже спустя 10 лет, а фильмы не нравятся. Так, ну и как дела? Дела, я думаю, у всех более-менее ок. Мы пережили эту первую полноценную рабочую неделю у Рашеньки. Она ещё не закончилась, правда, лично для меня. Вот, то, что у меня, в принципе, неделя... У меня получается, что выходные дни более-менее понедельник-вторник, на самом деле. Вам нормально меня слышно? Не надо, грубо говоря, ближе микрофон. И Спайк такой, бува! Я такой в кадр обрываюсь. Книги лучше, чем фильмы? Ну, в принципе, я могу согласиться, что книги по Гарри Поттеру ловчее, чем фильмы, но фильмы мне тоже нравятся. Вот. Ну, насчёт атмосферы не знаю, там сильно разные или нет, но в книгах как-то, может, не знаю, пологичнее, что ли, всё было. Давайте мы начнём, как всегда, с фан-арта. У меня даже бумажечки выписаны. Где чей? Так, картиночки. Раз, у нас сегодня новости, а потом... Суперкат Тейлз 2. Продолжим. Я не помню управление, буду вспоминать вместе с вами. Так, первый рисуночек у нас от Эли. Вот. Это что-то в стиле... Чего? ФНАФа? Ундертейла? Я не в курсе. Не разбираюсь в текущих модных тенденциях молодёжи. Но всё равно спасибо большое. Дальше у нас от Елизаветы. Там вот что-то ещё подписано. Но я выписала ник, который был подписан в ВКонтакте. А точнее имя. Вот. Дальше у нас Кейденс от Баграта. Дальше у нас Инспирэйшн от Дарьи. И от Ёршика Агнеса. С большим выбором мужчин. Это по стримам. Если кто давно на выражении был, то там всё плохо. Ну, это не всё плохо, а всё сложно. Вот. И последний рисуночек от Сильвер Спэнэ. Вот. Огромное всем спасибо. Дальше у нас новости. Новостей не так, что прям навалом, но хватает. Давайте по порядку. И начнём мы с новости общей. Если вы посещаете социальные ресурсы My Little Pony там в Фейсбуке, Инстаграм и прочее, вы могли заметить, что там в январе всё было оранжевое. Ну, и сейчас ещё есть в тонах Applejack. Это не просто так. А в этом году это, оказывается, тема. Каждый месяц будут посвящать одной поняшке. Не знаю, пойдёт ли дело дальше главной шестёрке или нет, но вот, в общем, январь у нас был посвящён Applejack. С ней различные посты постятся, там, с игрушками, просто вот с фразами какими-то её, с изображением её семейства, гифочки всякие, в общем, всё такое. Всё самое разное. Вот, и к этому марафону присоединится также Discovery Family. Они в феврале, а именно 2 февраля, собираются показывать спешалы, Эквестер Гелс и My Little Pony, но уже посвящённые рерити. То есть, в февраль месяц у нас будет посвящён рерити. И, соответственно, ну, очевидно, всё то же самое примерно будет по рерке. Вот, и на Discovery, в общем, в Hasbro в соцсетях просто всё постит такое всякое разное, а на Discovery будут показывать всякие разные старые серии, посвящённые той или иной Pony, который посвящён месяц. Вот. Дальше. На YouTube-канале Hasbro продолжил, вышел второй спешл. Дио, короче, сделай своими руками очмелые ручки от Applejack. Она у нас, ну, вот, собственно, наша лента, вот у нас был ролик про Спайка, и теперь вот у нас следующий видос, в общем, вот Applejack, Pinky, Tricks, Rainbow Dash и так далее. В общем, Applejack у нас ни много ни мало отделала гардеробную комнату для рерити. Я вам потом в перерыве включу в оригинальной озвучке, потому что дубляж выйдет только сегодня в 6 вечера, если выйдет. Вот. Но на прошлой неделе вышел. Короче. И, в общем, как бы рерити снимает, Applejack как бы делает ей гардеробную. И мне очень понравилось, что там были, короче, моменты, когда как бы камера отдалялась и такой перематывали такие, знаете, скучные моменты, пока там она что-то делает. Короче, такой раз перемотали, но другой был интересный момент. Прикольно. И, в общем, в итоге, короче, сделали рерити эту самую комнату. Тут тоже смешная шутка. Applejack такая, а теперь, говорит, мы шаг там 29, что ли, красим, короче, стены коричневой краской. Тут такая на фоне Appalessence такая... Она такая, окей, красим светло-лиловой краской. Ну, короче, достаточно забавный видос. Вы посмотрите в оригинале. Там, да, Appalessence на фоне будет. Рерити как бы снимает, и она в конце как бы уже устанет снимать, вот, и приляжет поспать, да. Достаточно забавный спешл, вот. Так что в перерыве на английском посмотрите, послушайте. DIY, да, DIY. Очумелые ручки. Они там будут жить вместе. Это гардеробная комната, то есть это шкаф. Это у нас как бы не дома, у нас квартиры, поэтому у нас такого понятия редко встречается. Это гардеробная комната, которая представляет из собой комнату, в которой аккуратно развешана одежда, поставлены туфельки и так далее, и тому подобное. А в Штатах как бы люди живут в основном в своих отдельных домах, с исключением тех, которые в крупных городах живут, в квартирах, да. И, как правило, там вот одну из комнат, если там, ну, не совсем прям семья-семья, а вот что-то более такое молодежное, то выделяют комнату именно под гардероб, куда развешивают вот на вешалке одежду, ставят туфельки, сумочки, все, короче, вот это вот. Ну, в принципе, вы это могли видеть и в каких-нибудь японских, корейских дорамах, там, где про богатых людей показывают, там у них тоже обычный какой-нибудь вот этот вот гардероб. То есть это не жилая комната, это большой шкаф. Комната-шкаф. У Динки умерла мышка. Мышка такая, которая полёбочка маленькая. Печально. Вот, да. А у Александра собачка, я помню. Вы-то держитесь, год вообще не очень начался, честно говоря. На эту тему. Это спайк, я всегда думала, что это матки-просов. Нет, это спайк. Это фиолетовый. Эндель пишет, что была в моей шапке. Да, я рада, что она тебе подошла, это здорово. Сейчас сделаю шапку-ёршку в процессе. Фильма масштабности не хватает, это про Гарика пишут. Ну, в принципе, наверное. В книге, когда читаешь, там всё зависит от твоего воображения. Там как бы она придумываешь себе, ну, по описанию я имею в виду. Лечитесь, кто заболел. Не могла делаться от ощущения, что новая Джей надет две юбки. У неё, короче, вот эта попонка, ей не так надели. Это пончо, и оно должно быть вот этой с цельной частью назад. Короче, я не знаю, почему на промке оно так, потому что там, с другой стороны, вполне себе нормальный воротник. Всем привет, кто подошёл. Гринча нового не смотрела, старого очень давно смотрела. Мультик новый не смотрела. Ладно, продолжаем. В пони ферма. Ничего интересного на этой неделе не было, потому что у нас просто закончилось... Чё у нас там было? А, повтор акции с пони теней у нас закончился ещё в понедельник. Или во вторник? Не, в понедельник закончился. Вот, я в кое-то веки выиграла эту поняху, потому что начинала на сутки позже. Вот она. Потом где-то на следующий день я забрала чувака из отеля. Не, не на следующий, через день, наверное. Короче, как в Фолтерше освободилась. Казалось, что у неё жетоны буквально за два часа гринтятся. И, в общем, очень быстренько она мне нафармила оставшиеся жетоны. Вот, живёт он в корабле, я вам уже показывала. Других поняш я не покупала себе никаких, потому что денег у меня банально нет, а камней на них жалко. Вот. И посреди недели были ещё всякие донатные наборы вот с доктором, с гиппогрифами и что там такое. Сегодня лавка цветов. В общем, ничего такого особо примечательного на этой неделе не было. Сдём 14-е Валентина. Дальше. Новости игрушек. Так, появились промо-фото наборов на 5 поняшек четвёртой волны. Четвёртая волна, напоминаю, у нас тема пляжный день, день отдыха и прочее-прочее. И два набора на две темы. Первый посвящён туризму, то есть туристические поездки. Здесь у нас Пинки Пай в даблдеке. В двухэтажном автобусе даблдек. Вот. Эпплблум перламутровая в круизном лайнере. Рэрити, которая с причесываемой игривой в виде пони-статуи свободы. Дерингду с фотоаппаратом. И Эпплджек в эльфевой башне, девочка. Вот. Так вот наборчик выглядит в запакованном варианте. Второй набор... А, и, кстати, да, по поводу пони-статуи свободы. Мне правильно подсказали. Она была в Майнхэттене, она стоит. И в серии Рэрити покоряет Майнхэттен. Как раз-таки был похожий круизный кораблик. И вот эта пони-статуя свободы, там, где она там пела. Вот. И второй набор у нас по зимним развлечениям. Соответственно, Смолдер в чашечке какао со сливками. Дэши в коньках. В иглу у нас сидит причесываемая Флоттершай. С гривой. Флоттершай. Флоттершай, господи. Твайлет, снеговик. И Рэрити в варежке. Вот так набор выглядит в этом виде. Промок самой волны пока нет. То есть пока только промки на 5 этих самых фигурок. Дальше. Basic Fun, который раньше назывался Touch4Kids, продолжили выпускать классических ретро поняшек. Они в том году переиздавали поняшек первого года в рамках 35-летия бренда My Little Pony. Теперь они продолжили переиздавать понях. Теперь они не как бы уже не к 35-летию, а просто классик. Просто серия пони переиздания ретро понях. Теперь просто классик. Это поняхи 2 и 3 года выпуска, насколько я помню. Сейчас скажу. Да, 2 и 3 год. Соответственно, Applejack, Bowtie. Это мне поняха в детстве всегда очень нравилась. Bubbles в сидячей позе. Seychelles в сидячей позе. Это 2 и 3 год. Да, соответственно. Ладно, я не буду врать. Это конфетти, по-моему. Чтоб я их по имени знала. И, короче, дальше поняхи, которых я... У меня имена выписаны, но я не помню, кто из них кто, поэтому я просто полистаю. Вот, да. Вот этот пиндвилл, хотя нет, пиндвилл, наверное, предыдущий. Ну, в общем, не важно. В общем, не важно. В общем, продолжили они выпускать. Напоминаю, что те, кто обладают оригинальными поняхами, жаловали, что этот новодел очень не похож по качеству на предыдущих понях. Другой пластик, другой кониколон. Но в целом, как бы радует, что продолжат выпускать, потому что старых понях в нормальном виде, конечно, сейчас найти уже практически нереально. Они выходили 30 лет назад. Дальше. Они же, Basic Fun, выпустили 11-ю, да, волну своих Machines. И ее тоже посвятили классическим поняхам. Шесть понях, одна из которых глиттерная. Глиттерная у нас, соответственно, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Коттон Кэнди. И еще пять. Вряд ли их вам именно что-то скажут, поэтому я не буду зачитывать. Короче, вот такие поняхи. И мы вчера в группе очень плотно рассуждали, чем Machines отличается от Fashines. И я вчера гуглила статьи. Короче, походу, просто ничем. Ну, в плане того, что Machines под этой маркой, они выпускают нейтральные игрушки. Игрушки, которые больше по теме мальчиков. Fashines, фэшн-игрушки, пони и так далее, тому подобное. Вот, кстати, первые пони выходили как раз-таки как в Fashines. Fashines. А потом они почему-то стали их под Machines тоже выпускать. Короче, я не знаю. В общем, те, которые Fashines, они более... Такие вот, всякими аксессуарами. Плюс надевочковую больше тему. А Machines нейтральные или мальчиковые. Короче, это одно и то же, по сути. В общем, мялкие такие, мялочки. Вот. Дальше. Hasbro совместно с издательством... Сигнатуре Паблишинг запустила журнал Hasbro Wow. И суть этого журнала, что он посвящен не конкретному бренду игрушек, а многим брендам. Всем сразу. Ну, не всем сразу, вы видите. Тут Lost Kitty, Ханазуки, Furiel, Mali Del Pony и там еще какие-то, короче... В общем, сборная солянка. Классический детский журнал с загадками и прочим-прочим. Но к нам он все равно не приедет, поэтому можем расслабиться, как говорится. Но вот в Штатах будет выходить. Дальше. Пони-трекеры от компании FoundMe. Они выходили еще, оказывается, год назад. Вот такие малюткие по 25 баксов штука. Это такое Bluetooth-устройство, которое можно крепить, либо вешать вот за крючочек на связку ключей, либо крепить за... Сзади, я так понимаю, то ли липучка у него, то ли что-то, то ли... Короче, как-то его можно еще приклеить на ноутбук или блокнот, ну вот на крышку непосредственно. И это трекер с кнопочкой. Он связывается с вашим телефоном через приложение. Если, короче, вам надо найти телефон, который вы потеряли у вас в руках, трекер, вы жмете два раза на кнопочку «Пищит телефон». Если вам надо... У вас в руках телефона вам надо найти ваши ключи с этим трекером или там ноутбук. Я не знаю, как можно потерять ноутбук, то вы жмете на приложение и пищит трекер. Короче, парная пищалка пищит то, что у вас есть, соответственно, вот. И таким образом вы ищете то другое, что вы потеряли. В общем, прикольная штука. Я не знаю, есть ли аналоги подешевле у китайцев, возможно, есть. Но вот они год назад уже эти трекеры вышли. Но почему-то так сейчас, короче, до них бронесообщество докопалось. До этого что-то не было. Сейчас, чатик зачитаю. Фанаты книг Гарика хейтят фильмы, но в мире фильмов нет ни одной более успешной серии фильмов, которые так же многим бы зашли. Средняя оценка никогда ниже 7 не падала ни на одном сайте. Ну, фанаты, но то фанаты, чтобы хейтить. Лично мне нравятся и фильмы, и книги. Да, они немножко разные, но лично мне и фильмы, и книги очень хорошо нравятся. Вот, просто... Ну, фильмы для того времени очень самобытные были. Фильмы хорошие, но книги лучше. Другие фанаты, что-то так не выстрелили. Сумерки теперь... Терпеть многие не могут. Голодные игры после первой части слились. Дивергенты вообще молчат. Ну, как бы, сумерки, голодные игры, игры, дивергенты, это совсем другие книжные эпостаси. Мне кажется, Гарик, он хорошо идёт, потому что он более универсальный, потому что всё остальное вышеперечисленное. Это чисто девочковое, подростковое чтиво в большинстве своих случаев. Вот. А Гарик, он более такой нейтральный, и поэтому большему числу заходит людей. Привет от Хельги. Спасибо. Хочу кого-нибудь из этого перевыпусков пони где бы добыть. Знаете, я тоже, на самом деле, казалось бы, чисто для коллекции какую-нибудь такую поняшку приобрести, но проблема в том, что их вряд ли будут завосить в Россию. Их выпускает, во-первых, не само Hasbro, а Basic Fun по лицензии. Вот. У нас от этой фермы только вот мялки одно время приезжали, но это было в самом начале выпуска этих игрушек. Сейчас я уже давно новых релизов мялок у нас не видела. Плюс это старые пони, то есть наши торговые сети массово точно не будут такое закупать. Насчет заказов из-за рубежа, да, естественно, они продаются на Амазоне и прочих вещах, но там они стоят... Там проблема в доставке. Там доставка в 100-500 раз дороже самой игрушки, может быть. Вот. И может быть когда-нибудь какой-нибудь Озон, они там иногда такое привозят что-нибудь с Амазона. Прикольно. Вот. Ну, короче, если вдруг я узнаю, что ее где-то продают в России, я, конечно же, об этом скажу. Но, как бы, надежды пока особо нет. Я себе Ambient Light замутил. Правда, запустилась только наполовину, после стрима разбираться буду. Вот, кстати, да. Ambient Light? Подожди, Ambient Light, ты про игру которую? Вот я хочу с ней это самое. Уже забраться. Или это про что-то еще, Дэнс? А то я, может, что-то путаю. Он Ambient Light вроде была. И я хочу давно попробовать ее поиграть. Наверное. Если она еще играется. Вообще, демка есть или нет? Так. Моей бабушке этот трекер нужнее. А то все время костыль теряет. Точно. Трекер на костыль. Ну, короче, если вы просто... Мне кажется, наверное, эти устройства, вот эти трекеры, уже достаточно распространены. Скорее всего, просто я о них ничего не знала. Вот, погуглите. Может, есть какие-нибудь просто китайские аналоги, налики, которые стоят подешевле. Что за Пикачу с ушами? Где? Надо мной весь этот ахелька подсылала? Плюшевые. Или не на фоне где? Так. Все, вопрос из-за кого? А, фоновая подсветка. Понятно. Я думала, это про игру. А, ну фоновая подсветка, это тоже классно. Ну, там, да, там надо разбираться. Монитор сзади подсвечивается динамически. Ну, да, я поняла теперь. С 23 февраля на Твиче выйдет обновление. Подписка при пропуске. Оплата не будет скидываться. И начинается отсчет сначала. О, то есть теперь будет сохраняться? Это классно, что будет сохраняться. Проклятое дитё я не читала. И Проклятое дитё вроде не сама писала. Роулинг. Вроде там под её руководством писали другие люди. Нет? Но я не читала и читать не хочу. По мне это уже какой-то не канон в любом случае. Ладно. Переходим дальше. Новинки в магазинах. В магните появился четвёртый выпуск «Собери и раскрась». В этот раз с фигурочкой Пинки Пай. Причём даже с фигурочкой Пинки Пай и ещё с фигурочкой шариков. Там, типа, такая коробочка с подарком. Там какой-то рельеф бантика был или что-то такое. Короче, вот. Я, естественно, покупать не буду. У меня ещё фигурка Дэши не раскрашенная. Вот. Но на самом деле, если бы там была... Понимаете, они в третьем и четвёртом выпуске выпустили те фигурки, которые я, по сути, уже красила. Ну, не те же самые, но у меня уже есть самопокрашенные и Пинки, и Твайлайт. И, как бы, у меня азарта нет украсть их ещё раз. Вот. Плюс я не знаю, что там по краскам. У меня, как бы, короче... Короче, вот. Но если вам эта тема интересна, можете посмотреть. В магазинах 300 рублей стоит. Кстати, в Европе похожие наборы тоже выходят. И там после Пинки Пай выходила Луна. Вот такая Луняша. Так что, если наши продолжат выпускать, возможно, к нам вот такую Луняшу фигурку тоже потом как-то завезут. Может быть. Но это не точно. Ну, просто вот похожие наборы тоже от Эггмонта. Вот. Будет забавно. У меня уже одна Луна есть, которая скейтится. Дальше. Вышел в новый номер журнала Малит в Упоне. Тайный морский глубин. Вот. И с этим номером идёт фигурка. Но это переиздание Рерити. Ретро Рерити. В этом старом молде. Это самый-самый древний релиз Рерити. Я не помню. То ли 14-го, то ли 15-го года. 14-го, наверное, даже. У меня где-то вот... У меня есть видос на канале вот с этими поняхами. И там в описании написано, какого года какая фигурка была. Я не помню, какой выходила Рерити в каком году. В общем, у меня просто общее видео по всем поняхам. Вот. И, короче, это практически та же самая фигурка, как вы видите. По-моему, у неё только тут тени более чёткие покрашены. Вот. В общем, те, кто пропустил, тому, наверное, будет интересно сейчас такую Рерку себе взять. Потому что тогда мало кто журнала собирал. Но я, естественно... Ну, она точно такая же. То есть, если старует хотя бы там сумками отличалась, игривой. Но это точно такая же, по-моему. Я не знаю. В общем, я брать не планирую. Дальше сумочки, раскраски от Мультиарт. Новые у них творческие наборы. На всяких там Амазонах появились. И в прочих Симолендах и других интернет-магазинах. Можете посмотреть. Я такие штуки никогда не пробовала. И мне, честно говоря, страшно пробовать. Потому что, мне кажется, ничего хорошего из этого не выйдет. Но, тем не менее, я вам о них рассказываю. Дальше. Вот фотография пони-русалочки. Которая от Конфентрейда на новых сладостях. Я в прошлый раз вам Твайдет показывала. Вот живые фотографии Пинки. На вот таких вот тубах. Да, они есть глиттерные, есть обычные. Только Пинки и Твайдет, они меняют цвет в горячей воде на белый. Вот сам пластик тела. И... Сейчас. Короче, и по поводу этих понях. Еще мне скинули вот такую фотку. Вот видите, вот эту фигурку Пинки. Она похожа позой. И это фигурки-сквиши от того же Basic Pants. Это которые вот эти попы такие. На присосочках. Вот. Короче, как видите, тут другие вот есть русалочки. Рарити и прочее. Это в фрешен году выходили. Возможно... Возможно... Возможно, конфетрейд потом подумает и выпустит в других понях. Но я сомневаюсь, честно говоря. Ну, в общем, фигурки очень похожи на вот те, которые в сквиши-попах были. Ну, по своему внешнему виду. Дальше. Наконец-таки с нами добрый человек поделился фотографиями. Что же такого интересно вот в таком шарике, косящем под лол? По-моему, раньше не выкладывали фотографии. Если вы уже такое... Именно вот то, что внутри. Сами шарики я видела неоднократно в альбоме. Но вот содержимое коробочки, по-моему, я первый раз смотрю. Возможно, что-то забыла. Особенно мне понравился вот это да. Готовы заглянуть внутрь. Да. Короче, и там идет фигурка, которые выходили в Денли в свое время старенькие. И различные стикеры, вкладыши. Короче, не то чтобы особо что-то суперинтересное. Вот. Но, тем не менее, вы хотя бы будете иметь представление, что в этих коробочках можно найти. Вот. Ну, сомнительное удовольствие. Но, тем не менее, я вам рассказала. Дальше. Просто из альбома всякое разное. Это у нас от Ригами, по-моему, раскраска сумочек. Вот эту я вам показывала, но, по-моему, только промку, если я не ошибаюсь. Кони. Да, у нас тоже такие есть. Да, это самые. Кони-качалки. Это из Белоруссии раскраска. Там у них мерчи выходят гораздо меньше, чем в России. Дальше вот такие коняхи с ресничками. Смотрите, какие мими-миши. Вот. Это старый обучающий телефон. В гемотике наверняка сфоткан в каком-нибудь. Хотя не вроде детский мерценик. А, это хотя бы разные магазины могут быть. Че это я? Короче, гитара. Все как надо. И вот эти сквиши. Дальше. По поводу книжек. Я сегодня посмотрела сайт Hachet. Издательство. Это которое издательство в оригинале издает книги на английском. Я посмотрела релизы на предстоящий 2019 год. И ничего интересного там совершенно нет. В плане у нас в феврале выйдет вот эта книжка. Старсвирл Дуова. Это книга при том, как Санзет будет пытаться организовать музыкальный вечер Старсвирла в школе Контерлота. И там какая-то петля времени. И, судя по описанию и по надписям на обложке, это книга, в которой мы сможем перелистывать страницы и читать оставшийся текст. Ну, короче, типа книга-игра прохождение. Вот, ну, вы знаете, такие интерактивные. Но не факт. Потому что описание достаточно муторное. Ну, в смысле, не очень понятное. Вот. И, короче, надо ждать выхода на феврале. Что-то на самом деле будет не очень понятно. В общем, ну, такое. Про вот эти две книги... Ну, в смысле, про книги с Twilight и Pinkie Pie ролик будет в понедельник. Если что, я его уже сняла. Только смонтировать, опубликовать. И... Ой, у меня там такой бугурт. Послушайте потом. Короче, да. Ну, не... Короче, отдельные книги, которые были по этим девочкам. Дальше. Еще из более-менее интересных анонсов. Это сентябрьский релиз книги Princess Celestia Starring Roll. По серии, где у нас Celestia пыталась в драматургии. Вот. И... Это просто пересказ серии. Но, может быть, там будет иллюстрация. Я не уверена. Вот. И еще совершенно несколько детских книг, которые просто по... Это вот это Passport to Reading. Это самый маленький... Для самых маленьких. С большими буквами. С большими картинками из сериала и прочь-прочь. То есть, просто самые чиби-версии для детей, которые дети с родителями читают. Вот. И все. Ничего нового нету. То есть, вообще. Вообще ничего нового нету. Может быть, нам повезет. И АСТ решит таки переводить. Там они еще не переводили несколько энциклопедий и несколько книжек с картинками. Может, они ими займутся. Но из новых книг переводить, честно говоря, нечего. Вот. Официальный комикс вышел на этой неделе. Четвертый выпуск Рыцарей и Кошмаров. Я не читала, потому что я еще не прочитала третий. Я вам просто полистаю. Мне вот эта таблошка очень нравится. Снайпер. Короче, я еще не читала. Но я, честно, обязуюсь потом все третий, четвертый, пятый дочитать. Когда пятый уйдет. Может, третий, четвертый раньше прочитаю. Вот я только первые два пока успела, ну, в оригинале прочесть. Плюс также вышли... Ну, это было расширенное превью, если что. Там еще 20 страниц. Не 20-15 страниц где там. Дальше вышло расширенное превью 74-го выпуска основной линейки. У нас про Зефир Бриза и его участие в каком-то там саммите парикмахеров или что-то такое. Короче, достаточно забавно, что тут примут участие хотя бы в начале юная шестерка. Вот. Ну, и про Зефира вообще будет интересно почитать, потому что он очень юморной понях. Вот. И также превью вышло выпуска 2020. Напоминаю, что ADW празднует 20-летие своих выпусков по различным Hasbro франшизам. И вроде, если я ничего не вру, короче, выйдет выпуск, посвященный поняхам, а именно там будут фигурировать маленькие кобылки и большие пони. Короче, там какая-то интересная связка. Ну, в общем, надо ждать, пока выйдет и понять, потому что пока не очень понятно о чем. Вот. Но там будут, короче, мелкие версии главной шестерки. Вот. Пони мероприятия. Давайте я долистаю, потом почитаю, что-то еще хочу там пару роликов показать. Питер, значит, Панеребрик у нас выходит, состоится 7 апреля, начата продажа билетов на Панеребрик. Билетов будет ограниченное количество, всего 400 штук. Вот. Очевидно, в связи с размерами помещения связано это. Билеты от 750 рублей. Причем первые, вот эти самые базовые билеты, первые 100 штук будут с ранним входом. Вот. И плюс с ранним входом будут различные спонсорские. Клауди, большое спасибо за подписку. Ей. Спасибо большое. Вот. Короче, билеты уже продаются. Если вы хотите ранний вход, но не хотите покупать спонсорский билет, то вы можете просто поторопиться и купить билеты попервее. Вот. Тогда у вас будет ранний вход. Но, как бы, это самое, за базовую стоимость, так сказать. Дальше. Также начались продажи билетов на День Сердец и Копыт. Билет тоже в Питере 17 февраля будет. Там билеты от 250 рублей. Тоже есть различные спонсорские. В общем, под записью будет ссылка на обе группы. Так что питерские. Смотрите. Вот. Что, как там. Как там это самое. И, да. Вот. Хотела вам еще показать фотографию Леди Нуар. Леди Нуар это пока предварительное название. Не факт, что оно так будет называться в оригинале. Это трансформация Маринетта с Квами Плагом. Вот. Короче, у них там будут вот такие перекрестные трансформации. Трансформации и вот эта куколка. А других куколок пока не анонсировали. Скоро Toy Fair. Я думаю, там подробнее мы об этом, обо всем узнаем. Дальше. Я вам хотела еще показать до перерыва. На перерыве пару видосов и до перерыва пару видосов. Сейчас я чат гляну. Так, вы там все еще к сумерке и гарик обсуждаете. Конфеты подогнали. Сижу, употребляю. Здорово. Мы все конфеты доели. Так. Про твич подписку прощала. Она отчасти приравнивалась к сценаристам. Типа говорила, что канон, но не канон. Читать не стоит. Некоторые люди фанфики по вселенной ГП пишут лучше, чем тот сценарий. Поздравьте меня. В этом месяце исполнилось 6 лет. Как я познакомился с маленькими цветными пани. Так же время, проведенное мной в пани ферме, достигло 2000 часов игры. А моя коллекция доросла до сотни пани. Если считать крафтерских и китайских томов. Большое спасибо, Блесер. Поздравляем тебя. Похлопаем, похлопаем. 6 лет. Ого. Много. Ну, у меня, наверное, так же получается. Что же с 2012-го? Ну, четвертое поколение. Так-то я еще с детства. Двоеточие 3. Ей. Двоеточие 3. Спасибо, ДНС. Короче, мы Блесера всем чатиком поздравляем с его знаменательными датами. Сотней поней. И 2000-ми часами игры. Представляете, 2000 часов в своей жизни человек потратил на пони ферму. А сколько я на нее потратила, я боюсь это самое. Представить. Хотя, наверное, примерно столько же, на самом деле. Вот. Огромное спасибо. Короче, я проклятое дитя не читала и читать не собираюсь. По-моему, это чисто не канон. Хочу покраску от Тома. Ладно. Не буду говорить с чем. До чего техника дошла, а уже сумки раскрашивать надо. Ну, кстати, я не знаю. Таких наборов производится очень много. Их уже производят несколько лет. Очевидно, кто-то их покупает. Потому что я, по мне, это какой-то очень странный вид творчества. Давать ребенку раскрашивать сумку. Он же ее так раскрасит, что ее невозможно будет потом ничего с ней делать. Вот. Ну, как бы. Ок. Санцент миленькая на книге. Вот обложка в этих книгах самая милая. Все, что я вам могу сказать. Мне «Сумерки» нравились, по-моему, первый, может быть, второй фильм. Но последний фильм, это вообще был какой-то кошмар. Оборотни-няшки были, согласны. Так, так, так. Леди Нуар, да. Гениально. Зонтик вместо палки. Ну, может быть. Я не знаю, там, я не помню, что там на картинке было. А длительную информацию я не помню. А, да, зонтик. На картинке действительно нарисован зонтик. Или зонтик? Пани. Офигеть, какие все давние фанаты. Я не факт. Да ладно. Два талисмана в одном человеке. Да, судя по этому самому слиянию. Да, вот слияние к вами кота и змеи пишут. Да, будет. Будет и такое. Там выкладывали в конце прошлого года или в начале этого картинки. Чего там только не будет? Каких там только... Мне больше всего понравилась мышка с Маринет. Очень миленько. Ладно, давайте, значит, я вам хотела показать еще два видоса. Первый я хотела показать...